Ребята, всем привет! Вот и закончился наш мини-отпуск. Хочется рассказать вам о многом, но начнем с провалившихся в Кубках Грандов. ПСЖ уступил Ницце и впервые с 2014 года не сыграет в финале Кубка Франции. Реал традиционно облажался в Кубке Испании. За последние 30 лет Мадрид лишь трижды брал этот трофей. Ну и МЮ в Англии неожиданно проиграл Миддлсборо. Помимо этого были прекрасные дебюты зимних новичков. Влаховича и Закария в Ювентусе, Адама Труре в Барсе и Лэмпорда в роли тренера Эвертона. Ну и наоборот неудачные старты. Дэниэль Васс в Атлетико, получивший серьезную травму в первой игре. И Марсиаль в Севилье, не сумевший с партнерами забить в Ассасуне. Ну и главное, наконец-то завершился Кубок Африки. Об этом позже расскажет Саша. Ну а я лишь озвучу мысли многих болельщиков. Ну как на таком веселом континенте, с интересными составами и яркими людьми в атаке у многих сборных может быть такое мизерное количество качественных матчей? Почему Африка? Почему? Начнем собирать команду с голкипера и в этот раз делаем исключение. Возьмем человека, выступавшего за сборную. Габаски из Египта. Он просто невероятен. Египет добрался до решающей встречи только благодаря этому герою, затащившему в двух сериях после матча в фенальте. Плюс в финале он совершил 8 сейвов, отбил 11-метровый Атмане. И несмотря на итоговое поражение, стал лучшим игроком матча. Браво, фараон! Переходим к защите. Здесь, на правый фланг, даже несмотря на удаление, возьмем Дани Алдеса. Ведь дополученный красный, он сделал все, чтобы убить интригу в этом матче. Сначала отдал ассист на чудо-гол Альбы, после исполнил стандарт, приведший к мячу Арауху. И, наконец, сам забил в начале второго тайма, став самым возрастным автором гола в истории клуба. Слева сыграет новичок нашей команды, Кристофер Ленц из Айнтрахта. В матче со Штутгартом, отлично заменивший заболевшего Филиппа Костича. Немец отдал 5-черых передач, сделал 7 отборов и оформил ассист с углового на прекрасный гол Хрустича. Так что, как говорится, велкомен, Кристофер. Первым место в центре займет Джонатан Та из Байера. Его команда недели учинила исторический разгром в гостях в Доргманской Баруси, забив им целых 5 мячей. И хотя ливеркулинцы позволяли создавать много своих ворот, КТА трудно предъявить претензии. Он ни разу не был обыгран один в один, совершил 6 перехватов, разрушая подходы соперника. И вдобавок отличился сам со стандарта. Дуэт с ним образует Джо Уоррл из Ноттингема, один из героев кубкового поединка с Лестером. Этот парень вместе с одноклубниками не только не интересовал Барнса и Хиначо, Люку Томаса на их фланге атаки, а еще и гол забил в этом матче, подаривший нам неожиданный результат. Ну, кто мог представить, что парни из чемпионшипа разгромят Лестер, который вообще-то играл практически в боевом составе. В центре поля сегодня сыграют абсолютные машины. Первый Этьен Капу из Валериала, показавший на будущее всему Зениту, как надо обыгрывать Бетис. Француз был вездесущ, своевременно шел и в отборы, и на перехваты. Не был пройден на дриблинге и забил шикарный гол в девяточку. Рядом с ним неожиданно сыграет Данилу Перейро из ПСЖ, забивший 2 мяча Лилю. Я смотрю, у парижа напорники по очереди выдают яркие отрезки. В начале сезона Эрера, потом Гулье, а теперь вот и Перейро. Между прочим, португалец в двух последних играх Лиги 1 оформил половину своих мячей за ПСЖ. Перейдем к атакующим полузащитникам. Левее расположим Кристофера Нкун-Ку из Лейпцига, проводящего блестящий сезон. Даже с Баварией в проигранном матче он был лучшим на поле. Постоянно обострял игру и забил гол, принесший ему уже 17 балл результативности в этой бундеслиге. Нагельсман после встречи сказал, что даже для Баварии этот прекрасный француз слишком дорог. Давайте пофантазируем в комментах, куда ему лучше перейти лет. Правее сыграет Лео Месси. Можете сколько угодно меня хейтить, но я предлагаю забыть о фамилии и просто посмотреть на статистику. С Ницей в кубке, 4 заработанных фола, 4 обводки, реализованные пенальти в серии. И это для него якобы плохой матч. А вот с Лилем, гол плюс ассист, попадание в каркас ворот, 5 ударов и 6 ключевых передач. Как футболиста с такими цифрами можно не брать в команду? Ну и завершим сборку основы пары нападающих. Начнем с Харри Кейна, которого мы давненько здесь не видели. На неделе он начально провел образцовый матч в кубке против Брайтона, где напомнил себя прежнего, особенно в ситуации с первым голом. Получил мяч, продвинулся чуть вперед и пробил из-за штрафной. Именно такой хладнокровный Харри и нужен Конте для того, чтобы шпоры в итоге попали в Лигу чемпионов. Ну и последний герой миланского дерби Оливье Жиру. Человек влекло провел первый тайм, но потом вдруг во втором за 3 минуты перевернул игру. Сначала сам же начал голевую атаку. В центре поля отобрал мяч у Санчеса и успел прибежать в штрафную, чтобы забить. А после своевременно открылся, круто убрал одним движением защитника Интера и оформил победный гол. Удивительный перформанс от Оливье. Крутая команда получилась у нас с двумя креативщиками под парой классических нападающих. С отличными флангами, где есть и класс, и опыт. Плюс физически очень мощная пара опорников, которая может задавить любого соперника. Да и схема вышла нынче модная 4-2-2-2. Хотя из-за таких людей, как Викун Ку, Алвис и Несси, она может поработать абсолютно разные формации. Тренером этой команды будет Хави, который до матча с Атлетика устроил яркую пикировку Симеона. Непосредственно перед самой встречей, казалось, рисковал с выходом Трауре в старте. Но с помощью тактического рисунка создал необходимую для того свободу, что в итоге принесло свои плоды. И в целом по ходу игры Барса наконец-то выглядела сбалансированно. Была очень хороша в прессинге и контрпрессинге. И не посыпалась даже после удаления. Ну и закончилось все обнимашками Хави с каждым игроком в раздевалке и его словами «Нас больше никто не остановит». Это, безусловно, была его неделя. Теперь давайте посмотрим на главный матч недели в рамках рубрики от Фонда. Уже сегодня в 1-4 Кубка Италии Интер сыграет с Ромой, а в среду Милан с Лацио. В этот же день Челси начнет свой поход за титулом клубного чемпиона мира. И если все сложится удачно, завершит его уже в субботу в финальном поведенке. Кроме этого, на выходных в Ла Лиге Реал попытается впервые с 2017 года обыграть на выезде Вилья Реал. И в серии А состоятся два суперматча – Интер-Наполи и Аталанта-Ивентус. Напоминаю, что посмотреть эти матчи и найти на них подробные линии вы сможете на сайте и в приложении наших партнеров из компании Фонбет. Ссылочка внизу. Список запасных откроет Орельен Чуамини из Монако. Посмотрите матч Монегаска против Леона, и вам станет жалко соперников этого парня. Он отнимает мячи, выигрывает второй этаж, обводит и классно подключается к атакам. Очень односторонний парень и точно будущая мировая звезда. За ним уже охотятся чуть ли не все топ-клубы. Второй здесь – ветеран Антонио Кандрево из Самбдори, выдавший бенефис в игре с Сесуоло с тремя очками за результативность. И это не какая-то единичная вспышка, а лишь один из его крутых матчей в нынешней серии. Итальянец, если что, набрал уже 14 баллов по голубю спас. Третий в нашем списке по недавней традиции – классный исполнитель стандартов. Теперь это Верди и Салернитаны. Его два гола со штрафных помогли набрать важнейшее очко в борьбе за выживание. Предпоследний в нашем списке суперсабов – Браин Диас, который, выйдя на поле, после перерыва поменял расстановку сил в миланском дерби и сильно повлиял на ход матча. В итоге, по сути, именно испанец отдал ассист на первый гол Жиру, после которого Милан воспрял и одержал победу. Ну и замкнет нашу пятерку Аркадий Ушмилик, который положил начало камбэка Марселя с Анжером. Потом вывел команду вперед и упрочил единство, оформив итоговый хэт-трик и выведев свою команду на второе место в чемпионате. Хотя кто там уже только не оказывался с учетом плотности борьбы. Никого из полевых не взяли из Кубка Африки, потому что мы, по традиции, обозреваем прежде всего клубный футбол. Ну а Габаски я просто не мог не отметить. Тут я, можно сказать, воспользовался своим правом вето. Уж извините. Зато про лучшего игрока Кубка Африки подробно расскажет Саша. Всем привет! На неделе выяснилось, что Аталанта не внесла Ильичича в заявку на Лигу Европы из-за обострившихся психологических проблем игрока. В России фанаты всех клубов РПЛ, кроме Ахмата, выступили против фан-айди и отказались от посещения матчей до отмены закона. А состав шведского клуба Мьельбюр пополнил очень интересный новичок из Нигерии. Знакомьтесь, парня зовут Сейлас Нкванква и ему, если что, 18 лет. Не очень верится, правда? Но на третьем месте хитрость от сборной США. В прошедший четверг американцы в рамках отбора принимали сборную Гондураса. Учитывая обширную диографию страны, хозяева могли спокойно провести матч в той же Калифорнии, где было плюс 16. Но вместо этого решили усложнить жизнь теплолюбивым гостям и сыграли в минус 16 в Миннеаполисе. В итоге уже после первого тайма гондурасцам пришлось заменить двух футболистов из-за переохлаждения. Ну, вы представляете, ты всю жизнь находишься в стране со средней температурой плюс 25 градусов и резко попадаешь в такой дубак. Зато американцы чувствовали себя нормально и победили 3-0. А после встречи их тренер Грег Берхалтер намекнул, что место проведения матча выбрали не случайно, а в ответ на мучения игроков США в Гондурасе. Та встреча в сентябре прошла при плюс 34 градусах и влажности в 74%. Вот только есть один нюанс. В тот день во всех городах Гондураса, где можно было сыграть, температура была выше 30 по Цельсию. У гондурасов просто не было альтернативы. А вот американцы поступили жестковато. За это минус 1 к армию. На втором месте очередные скандалы в Барселоне. На неделе вице-президент фонда Барселоны, видимо, ярый патриот Каталонии Альфонс Годаль назвал в твиттере Рафаэля Надаля представителем вражеского государства. После этого компания Мапфре, крупнейший страховщик Испании, спонсор одновременно Надаля и Барсе, пригрозила клубу разрывом контракта. В итоге Годаль подал в отставку. Но куда сильнее удивил небольшой конфликт легенд клуба. Хави оставил Дани Алвеса вне заявки на Лигу Европы. Клуб мог заявить только трех из четырех новичков. И бразилец не стал молчать. Хави знает, что я об этом думаю. Я перешел сюда, чтобы помочь, привнести элемент соперничества, победного духа. Если помощь выражается в том, чтобы побыть в стороне, хорошо. Я не собираюсь портить атмосферу в команде. Трудно сказать, насколько правильное решение принял Хави, но когда даже Алвес, который обожает Барсу, открыто выражает недовольство твоим решением, это такой себе знак. И это я еще не сказал о вскрывшихся новых долгах клуба после аудита. Короче, Васанг, прости, но каталонцам опять минус пять. И на первой трочке последствия скандала вокруг Мэйсона Гринвуда. О том, что натворил игрок, вы наверняка знаете. Удивляет только, что парень вел себя так жестко в свои 20 лет, причем по отношению не к какой-то случайной эскортнице, а к девушке, с которой он встречался около трех лет. Что у него вообще в голове? Зато теперь Гринвуд пожинает плоды своего поведения. Эмью, кроме того, что отстранил футболиста от тренировок и игр, еще убрал из клубного магазина все товары, связанные с Мэйсоном. И предложил фанатам бесплатно обменять футболки с его фамилией. И Эйспортс удалила игрока из Фифы. Найк приостановил с ним сотрудничество. Большинство игроков Юнайтед отписалось от Гринвуда в соцсетях. Среди них Пагба, Роналду, Дахия и Рэшфорд. Последний, кстати, выложил в Инстаграм-пост с явной отсылкой к Мэйсону. Маркус впервые за несколько лет опубликовал серию фото со своей девушкой, подписав их вместе и в горе и в радости. Кажется, карьера Гринвуда закончена. Ему грозит немалый срок и повторение судьбы Адама Джонсона, прошедшего путь от игрока сборной до никому не нужного футболиста после тюрьмы. Домашнее насилие – это ужасно. Гринвуду минус тысяча. Теперь поговорим о приятном. Кристиан Эриксон возобновил карьеру и перешел в Брэнфорд. А английский клуб уже побил рекорд по продажам футболок. Спрос вырос аж в 30 раз. Заказы поступили из 21 страны. А на третьем месте – новая революция в футболе. На проходящем прямо сейчас клубном чемпионате мира в Абу-Даби тестируется супертехнология – робот-арбитр, определяющий офсайт. С помощью искусственного интеллекта, специально разработанной нейросети и 12 камер формируется 3D-картинка спорного эпизода и дается точный ответ – было положение вне игры или нет. Таким образом, на турнире уже был отменен гол. Робот сработал четко. В случае успешного тестирования FIFA хочет использовать эту технологию на чемпионате мира в Катаре. А в сезоне 23-24 внедрить в клубный футбол. То есть, вы понимаете, теперь больше никаких пятиминутных пауз, рисования офсайдных линий и возможных ошибок. Система будет подавать мгновенный сигнал арбитрам ВАР и главному судье. Ну, круто же! Правда, кажется, такими темпами мы придем к тому, что скоро боковые судьи будут вообще не нужны. Но технология очень полезная. Пока FIFA за ее внедрение плюс 20. На второй срочке выступление нашей мини-футбольной сборной на Евро. На турнире, проходившем в Нидерландах, Россия сначала уверенно разобралась со Словатией, Хорватией и Польшей в группе, набрав 9 очков из 9 с разницей мячей 16-2. В 1-4 обыграли Грузию 3-1. Посмотрите на победный мяч Ивана Чешкалы. Очень эффектно. Ну, а еще более красивый гол забил в полуфинале с Украиной Артем Ниязов. Этот шедевр ножницами принес в итоге победу. Хотя все могло сложиться совсем по-другому. За 70 секунд до финального свистка при счете 3-2 Афанасьев срубил штрафной игрока Украины. Пенальти. Ну, а вратарь Путилов отбил удар и подарил сборной уже четвертой за последние пять турниров финал чемпионата Европы. В котором, к сожалению, наш парни уступили Португалии 2-4, ведя при этом 2-0 в первом тайме. Португальцы выиграли третий подряд крупный турнир сборных, а для наших серия из поражений в финале Евро увеличилась до пяти матчей. В последний и единственный раз мы побеждали в этом турнире в 99-м. Жаль, но в любом случае нашей мини-футбольной сборной за крутой результат и повод для гордости плюс 50. И на первом месте долгожданный триумф Сенегала и лично Садьо Мане в Кубке Африки. На каждой стадии игрок Ливерпуля тащил свою сборную. Смотрите, сначала в группе Садьо забил победный гол во встрече Зимбабве, оказавшийся вообще единственным для сенегальцев в трех матчах. Не возьми они тогда три очка, не вышли бы в плей-офф. В 1-8 с Кабо-Верде Мане при счете 0-0 во втором тайме получил удар в висок от вратаря соперников, но решил остаться на поле. Через несколько минут Садьо забил решающий мяч. Только после этого попросил замену и сразу уехал в больницу. Настоящий героизм. Мане успел оклематься к матчу 1-4 с Гвинеей. Там он отдал ассист и стал лучшим игроком матча по оценке Хускорт. Полуфинал и тут Садьо снова решает. На его счету гол плюс ассист и звание MVP встречи. Финал же подарил нам супервывеску Сенегал, Египет и Мане против Салаха. Они столкнулись друг с другом уже в начале поединка. Сенегальцы заработали пенальти, Мане подошел к точке, а Салах начал рассказывать вратарю Египта, куда пробьет его одноклубник. Садьо прервал разговор египтян, но подсказка Мухаммеда в итоге сработала. Кипер отбил пенальти. Садьо мог превратиться из главного героя в неудачника, но в итоге дело дошло до серии пенальти, где именно Мане уверенно реализовал решающий удар. Посмотрите, вообще без шансов. Счет стал 4-2, очередь до удара Салаха даже не дошла. Еще в 2019-м Мане сказал, что готов обменять победу в Лиге Чемпионов на Кубок Африки. Настолько он хотел добыть для страны этот трофей. Поколение у Сенегала сейчас крутое, и вот наконец это случилось. Сенегал победитель Кубка Африки, а Мане лучший его игрок. Садьо за героический турнир и крутую игру плюс 100. Переходим к списку главных неудачников. Среди братарей здесь я отмечу Иво Горбича из Лиля. Просто кошмарный гол он привез в самом начале матча с ПСЖ. Потом плохо сыграл на выходе, когда забил Ким Пембе. Так еще и получил издевательский черпачок от Месси. И все это за один тайм. Это точно был не его день. В защите хочется раскритиковать Даниэля Амарти из Лестера. Посмотрите, что он творил в эпизодах с двумя первыми голами Ноттингема. Это просто кошмар и точно не уровень клуба АПЛ. Хотя есть еще моя любимая парочка Аканжи за году из Дортмунда. Один оформил автогол, а другой совершил результативную ошибку. Парни, конечно, постарались. Поэтому давайте их тоже номинируем и попросим вас выбрать худших в обороне на этой неделе. В середине поля в нашей команде точно бы не сыграл Кевин Кампель из Лейпцига. Он, конечно, совсем не замена ушедшему Завицу. Разбавали в атаке. Он никак не обострял игру. Так еще и на пару с Орбаном привез первый мяч. Не зря Тедеско заменил его одним из первых. Ну и, наконец, нападающий. Да, друзья, я понимаю, что хейта в мой адрес будет достаточно. Но тут я отмечу Криштиану Роналду. Человек аж 10 раз пробил по воротам Миллесбро. Но в итоге так и не отличился. А самое главное, не забил пенальти по ходу встречи, просто ударив мимо ворот. Все это вкупе с итоговым вылетом МЛЮ смотрится просто ужасно. Рон, прости, ты в нашей антикоманде. По итогам последнего выпуска команды недели вы признали лучшим игроком Хакима Зиеша за его два красивых гола в разных поединках. На прошедшей неделе безусловным MVP был Садио Балан. Но, думаю, он вне конкуренции. Поэтому выберем среди следующих трех претендентов. Дани Алвис, да-да, даже с красной карточкой. Оливье Жеру с дублем. И вратарь сборной Египта Габаски. Очень колоритное трио получилось. Так что буду ждать итогов голосования. А с вами, как всегда, были Васан Балан и Саша Уродов. В последнее время вы очень радуете нас своими просмотрами и активностью под роликами. За что хочется сказать вам большое спасибо. Давайте и под этим видео наведем в шороху. Ждем от вас лайков и интересных комментариев. До скорых встреч, ребята!